Пивное время с Витосом У российских производителей я еще не встречал Смотрите, вот она Трехгорная То есть, видите, да Бутылка сделана в такой форме, как будто какой-то графин Либо кувшин Даже вот так Видите, да У бутылки есть ручка-кольцо Но хочу сказать сразу Кольцо, оно как бы маленькое То есть, видите, палец весь не пролазит Ну, в принципе, я вот Думаю, если наливать Да, вот так вот То удобно, в принципе Блин Думал, застрял уже Вот, ну, в общем Я вот так вот думаю, что если Это ладно у меня, да, вот как бы Небольшие такие Пальцы А если бы Были бы пальцы толще, да То они бы в это Отверстие, они бы Тупо не влезли бы То есть, если бы Производитель сделал бы Немножко больше Отверстия То, ну, хотя бы Самую малость, да То было бы Удобнее брать Вот, ну, в принципе Это не особо-то и важно Но Дизайн реально У них У этого пива Уникальный Ну, значит Увидел я его Вообще чисто Случайно Я шел Вот, то есть У нас где-то Оно в городе Ну, наверное В ближайшем месяце Сейчас у нас уже Середина Октября А если быть Точнее То я вот сейчас Записываю Это 18-е Число Ну, наверное В городе Оно у нас Это пиво Скорее всего Ну, где-то месяц То есть Это новинка Этого лета То есть Если раньше Оно разливалось Только, ну Можешь сказать На разлив, да То сейчас Стали лить уже Вот В стеклянную тару То есть Оно стало Более доступным Вот И давайте же Немножко Поговорим Об этом пиве Значит Трехгорное Оригинальное пиво Алкоголя в нем 4,9 Объем 0,5 Значит 1875 год Это год Его основания То есть В то время Было Трехгорное Пивоваренное Товарищество Вот Но Впоследствии В 90-х годах Завод был закрыт Но вот В советское время Он Назвался Бадаевским Вот И К нашему времени Кстати говоря Неспроста Московская Пивоваренная Компания Его именно В этом году Стала Варить Так как У него Юбилей 140 лет То есть В Москве Была Официальная Презентация Все Да И вот Мы видим Собственно говоря Что это пиво Дошло И до Моего города До Благовещенска Вот В такую Даль Сразу хочу Сказать Купил я Его За 74 Рубля 94 Копейки То есть Грубо говоря 75 То есть Выходит У нас За литр 150 Рублей Как бы Это Дороговато То есть Я Посмотрел Сколько Оно В Москве Стоит В среднем Ценит Там Что-то 54 Вроде Вот Ну то есть У нас Пока Довезут То есть Наш город Находится Вдалеке От Москвы И вот Вследствие Этого Получается Такая цена Вот Значит Давайте же Почитаем Состав Значит Это у нас Пиво Светлое Пастеризованное Фильтрованное Трехгорное Состав Вода Ячменный Солод Хмель Кстати Говоря Хмель Здесь Используется Непростой Хмель Новый Немецкий Называется Полярис Вот Значит Алкоголь Не менее 4,9 оборота Экстрактивность На чайного Сусла 12% Значит Ну вот Собственно И все Состав Как всегда У нас Костерпивов Компания Натуральный То есть Это меня Радует Эта компания Моя любимая И кстати Говоря Вот это Пиво Сравнивают Говорят Что это Что-то Среднее Между Жигулями Барным И Хамовником Ну как бы Проверим Посмотрим Давайте же Приступим Уже Значит Крышка У нас С Как то Сказать то правильно С чекой Что или Как это правильно Ну ладно С чекой Короче Дымок пошел И В аромате Прям чувствуется Содовая Сладость Прям реально Такой немножко Цветочный запах Не знаю И вот мне Опять же Ощущается Вот Немножко меда Да Ну что же Давайте же Нальем Вот Наливается Уже почти все Так Сейчас я сниму Ой Ё-моё Так Ну в общем Всем Кто выпивает Хорошего настроения И дорогие друзья За вас Да Оно похоже На Жигули Барное Но только Здесь Мне кажется Больше Ощущается Хмель И В послевкусии Содовая Такая Сладость И небольшая Хмелевая Горчинка Ну а цвет У нас Такой Янтарный Да Карбонизация Средняя И пена Тоже Средняя Зернистая Видите Да Даже Карбонизация Скорее всего Немножко Выше Средней Да Немножко Выше Средней Вот Ну в принципе На вкус Реально Оно как бы Похоже На Жигули Барное Но В нем Более Отчетливо Чувствуется Хмель Оно такое Более Более Терпкое Чем Жигули И вот Пошла Солдовая Сладость Прям Чувствуется На языке Ихмелевая Горечь Вот прям Вот сейчас Пошло Да Ощущается Прям Да Это реально Это что то Среднее Между Жигулями И Хамовниками Но Хамовниками Венскими То есть Я его пил Но на Обзоре Еще Не Не Был У меня Так что Все Еще Впереди Да Но Оно Реально Оно Более Терпкое Чем Вот эти Сорта Жигули Горчинка Горчинка Прям Реально Есть Ну Как бы Мне Вот Именно Вот Такой Вкус Очень Нравится Так как Я Люблю В пиве В светлом Пиве Ощущать Горечь Неплохое Неплохое Пиво Да Неплохое Ну Все Честно Сказать До Пятерки Оно Не Дотягивает Хотя Кому Как Видите Как бы Кто-то Бы Оценил В 5 Балов Кто-то Бы Оценил В 2 Я Думаю Что В конечном Итоге Я поставлю Ему 4 С Плюсом Так как В принципе Мне На Вкус Опять же Скажу Что Горечь И Вот Эта Хмелевая Сладость Она Как бы Здесь Сбалансирована Что Как Знаете Вот И Чувствуется И то То есть Чувствуется Отчетливо Прям И Солод И Хмель То есть Как бы Вот Это Для Меня Является Большим Плюсом Я Когда Шел Вот Видел Если Честно Сказать Я Даже Не Подумал Что Это Варит Московская Пивоваренная Компания То есть Она Ну Я Не Ожидал Вообще То есть Я У нее Где-то На Сайте Не Был Наверное Месяц И Вот Тот Только Сегодня Зашел Получается И Удивился И Кстати Вот Это Пиво Оно Еще Есть Без Алкогольное И Оно Выпускается Объемом 0,5 И Литровый И Там Получается Литровый В чем Особенность Что Там Крышка 38 Миллиметров Идет То Есть Мне Кажется С нее Будет Удобно Пить Очень То Есть Ну Допустим Если Нет Бокала Там То Есть Большое Широкое Корнышко И Оно Быстрее Будет И Легче Входить В Горло Вот То Есть В целом Реально Пиво Неплохое Лучше Конечно Его Чем Нибудь Закусывать А Именно Рыбкой Но К сожалению Сегодня У меня Ее Нет Вот А что Закусывать Мне Нечто Кстати Говоря Оно Еще У нас Хранится Так 9 Месяцев То Вот Оно Сделано 19 Августа И Хранится До 19 Августа 16 Горя Так Что Вот Так Вот Дорогие Друзья На самом Деле Классное Пиво Точнее Не Прям Что Супер Класс А Просто Хорошее Светлое Пиво Но На Прилавке В Магазине Оно Реально Выделяется Да Вот Своей Формой Но Почему То Вот Знаете Вот Этот Красный Фон Этикетки Я Почему То Думал Что Это Пиво Ну Как Минимум Градусов 6 А Оказалось Нет 4 9 Всего Да Вот Ну Как бы Хорошее Пиво Но На Любителя Опять Же Скажу И Знаете Вот Мне Сейчас На Секунду Показалось Что Оно Немножко Самую Малость Отдает Спиртам Самую Малость Вообще Ну Что Довольно Такие Интересная Новинка То Есть Здесь У нас Идет И Солодовая Сладость И Хмелевая Горечь Все Это Как-то В меру И Самое Главное Что Все Это Чувствуется То Есть Ты Прекрасно Отчетливо Ощущаешь И Солод И Хмель По Моему Это Самое Главное Напишите В комментариях Может Кто Его И Пробовал Будет Интересно Ваше Мнение Ну И В заключении Я Ставлю Пиво 4 Бала Твердую Твердую Четверку Вот И На Этой Прекрасной Ноте Я Пожалуй Совершаю Обзор Трехгорного Пива Оригинального И Желаю Вам Всего Хорошего Не болейте Удачи Вам Успехов И До Новых Встреч Скоро Увидимся Пока